Судьбу почти 500 многоквартирных домов обсуждали в Красноярском городском совете. Напомню, специалисты управляющей компании Жилфонд направили письмо городским властям с просьбой передать сотни жилых домов в муниципальную управляющую компанию, которая должна появиться в этом году. Как выяснилось, большинство из этих домов находится в ветхом или даже аварийном состоянии. Кто в итоге будет управлять нерентабельным жилым фондом, узнавал Александр Ловицкий. Жаркая дискуссия сегодня развернулась в Горсовете. Депутаты рассматривают инициативу Жилфонда о передаче в будущую муниципальную управляющую компанию около 500 домов. Такую просьбу Жилфонд выдвинул в официальном письме, которое компания направила депутатам. В нем говорится, цитата, «Рассмотреть вопрос об обязательном включении в перечень обслуживаемых многоквартирных домов дома с муниципальной собственностью более 50%. Большинство этих домов нерентабельные, в основном уже старые и ветхие. Только в Свердловском районе таких более 100. При этом на них висят огромные долги – 650 миллионов рублей». На рассмотрении представители Жилфонда говорят, они не просто хотят скинуть балласт, а просят депутатов о помощи. По словам жилищников, главная проблема в том, что в муниципальном жилье за долги жильцов собственники, то есть муниципалитет, ответственности не несут. Поэтому деньги компании никто не возвращает. Вот и решили обратиться напрямую. Но мы же не просто говорим, что вот муниципальная компания создается, забирайте, как вы говорите, мы об этом не говорим. Мы предлагаем пути решения. Мы просим вас, чтобы вы нам помогли с администрациями решить вопрос о возврате долгов. Депутаты, в свою очередь, не спешат освобождать компанию от принадлежащего им жилого фонда. Говорят, в первую очередь нужно понять, почему дома довели до такого состояния. Для этого законотворцы потребовали от жилого фонда предоставить подробную информацию хотя бы о 30 домах за период с 2010 по 2013. Всего 18 пунктов. Вот некоторые из них. Расшифровку доходов источников, в том числе выпадающих доходов, поступающих из бюджета города на компенсацию разницы по тарифам на коммунальные и жилищные услуги. Третье. Договоры с ресурсно-снабжающими организациями, договоры на вывоз мусора, на обслуживание лифтов и так далее. Четвертое. Приказы ресурсно-снабжающих организаций на представляемые услуги. Список дополняют технические паспорта домов, документы на установку счетчиков, приказы на предоставление платных жилищных услуг с расшифровкой сметы затрат, объем всех фактически начисленных и оплаченных услуг, а также перечень выполняемых минимальных работ по содержанию дома в надлежащем состоянии и многое другое. Однако и этого списка будет недостаточно, считают лидеры общественных организаций. Безусловно, для того, чтобы передать многоквартирный долг за одной управляющей компанией в другую, его в любом случае необходимо привести в надлежащее состояние. Если управляющая компания жилфунктная, то это пойдет, но безусловно, то есть новая управляющая компания, я думаю, не откажется от этой новой дополнительности. По предварительным прогнозам депутатов, муниципальная управляющая компания должна появиться уже в апреле этого года. И даже если другим игрокам жилищного рынка удастся скинуть на нее балласт нерентабельных домов, то она должна выдержать эту нагрузку за счет тех же возможных субсидий из бюджета. Однако какие дома в нее попадут, так или иначе должны решать сами собственники, даже если это не жильцы, а муниципалитет. У людей должен быть выбор, в том числе они должны иметь возможность перейти в компанию с муниципальным участием. А то, что там качество оказания услуг будет выше, у меня никаких сомнений нет, потому что жилфонд это не благотворительная организация. Они обслуживали ровно на те деньги, которые собирали, а про качество и количество жалоб, которые на них поступают, это все мы знаем. Поэтому муниципальная управляющая компания, которая будет под контролем муниципалитета, у которой будут прозрачные тарифы, я думаю, лучше справиться с этой задачей. Уже завтра депутаты намерены передать сегодняшнее решение главе города и подключить к анализу счетную палату. А уже после будет принято решение, кто возьмет на себя проблемные дома. Александр Ловицкий, Алексей Овсянников. Новости.